Беседа 43. Бытие 19.1 Как цветущий лук представляет взором на себе различные разнообразные цветы, так Божественное Писание показывает нам добродетели праведных. Не для того, однако, чтобы мы только мимоходом наслаждались благоуханием их, как наслаждаемся благоуханием цветов, но для того, чтобы мы постоянно собирали отсюда плоды в свою пользу. Там лишь только возьмем цветы в руки, они вскоре увядают и теряют свою приятность. А здесь не так. Воспринимая слухом добродетели праведных и слагая в глубине нашего сердца, мы во всякое время можем, если захотим, наслаждаться их благоуханием. Итак, если таково благоухание добродетели святых, изображаемое в Божественном Писании, то испытаем сегодня благоухание добродетелей лота, чтобы в точности узнать, как общение с праотцем Авраамом возвело этого праведника на крайнюю высоту добродетели, и как, идя по следам праотца, он сам показывает свое страннолюбие на деле. Но чтобы слово наше было яснее, лучше выслушать самые слова Писания. «Пришли, — говорит, — они с Содом, два ангела, вечером, когда Лот сидел у ворот Содома. Лот увидел, встал, чтобы встретить их, и поклонился лицом до земли. После того, как ангелы были приняты праотцем, и пошли от него, благопопечительный человеколюбивый Господь по свойственной ему благости, и явившийся тогда в образе человека, остался беседовать с праотцем, как мы вчера слышали, желая всех нас научить о своем крайнем долготерпении и о пламенной любви праотца. Между тем ангелы устремились к Содому. Итак, Божественное Писание, соблюдая порядок повествования, теперь говорит, пришли два ангела в Содом вечером, с тем, чтобы исполнить повеление Божие. Заметь и точность, осмотрительность Божественного Писания, как оно означает нам и самое время, в которое ангелы пришли. Оно говорит, когда Лот сидел вечером у ворот Содома. Для чего же обозначено время? И для чего именно они пришли вечером? Для того, чтобы показать нам, как велико было странолюбие Лота. Как правотец в полуденное время, сидя у дверей палатки, наблюдал проходящих, так сказать, ловил их, подбегал навстречу к путникам и с великой радостью принимал их. Так и праведный Лот, зная крайнее развращение жителей Содомских, не опускал и вечернего времени, а ждал даже до этого времени, не встретится ли ему какое-нибудь сокровище, и нельзя ли ему будет пожать плоды страннолюбия. Поистине, надо бы на удивляться величию добродетеля этого праведника, как он, находясь среди таких беззаконников, не только не сделался от того беспечения, но показал в себе еще тем большую добродетель. И когда все, так сказать, неслись по стремнинам, он один среди такого множества шел ровным путем. Как же теперь иные говорят, что живущему среди города невозможно соблюсти добродетелю, но что для этого нужно удалиться от мира и пребывать в горах, и что невозможно быть добродетельным человеку, занятому управлением своего дома, имеющему жену и озабоченному детьми и рабами. Пусть посмотрит на этого праведника с его женой, детьми и рабами, как он, живя в городе между такими развращенными, беззаконными людьми, как светочь сияет среди моря, и не только не угасает, но еще тем больше издает свет. Не с тем, однако, говорю я это, чтобы препятствовать удалению из городов и возбранять пребывание в горах, в пустынях, но чтобы показать, что желающему соблюдать воздержание и бодрствовать ничто не может препятствовать. Как беспечному и нерадивому самая пустыня не может принести никакой пользы, потому что не от места зависит совершенство добродетельное, но от расположения души и нравов, как трезвому и бодрствующему над собой, не может нисколько повредить и пребывание среди города. Я даже желал бы, чтобы добродетельные люди, подобно этому блаженному мужу, наиболее жили среди городов. Здесь они служили бы для других закваскою и возбуждали бы их подражание себе, но так как это представляется трудным, то пусть будет хоть так, как я прежде сказал, то есть пусть желающий для сохранения добродетеля удаляется от мира, ибо проходит образ мира сего и кратко настоящая жизнь. Если ныне, находясь еще на поприще, мы не совершим подвигов добродетеля и не будем избегать сетей зла, то впоследствии, хотя и станем обвинять самих себя, но уже тщетно, тогда раскаяние уже будет бесполезно. Пока мы находимся в настоящей жизни, возможно еще раскаяшись получить от того пользу и очистив прежнее согрешение, удостоиться милосердия от Господа. Если же, опустив настоящее время жизни, будем внезапно от нее восхищены, то хотя и будем тогда каяться, но уже не получим от того никакой пользы. А чтобы тебе убедиться в этом, послушай, что говорит пророк. В Аде, кто будет исповедоваться тебе, то есть в могиле, кто будет прославлять тебя еще? Брат не избавит ближнего своего от смерти. Некому, говорит, будет там избавить человека, погибшего от собственной обеспеченности. Хотя бы тут был брат, или отец, или мать. И что я говорю, брат, отец и мать? И самые праведники, получившие великое дерзновение перед Богом, тогда не будут в состоянии помочь нам, если мы теперь будем предавать собеспеченности. Если сказано, станет Ной, Иов, и Даниил, сынов своих и дочерей своих не избавят. Иезекииля 14.18. Заметь силу этой угрозы. И то, каких праведников Писание представило в пример. Именно эти самые праведники в свое время служили для других посредниками спасения. Так Ной, когда страшный поток покрыл вселенную, спас жену свою и сыновей. Подобным образом Иов был для других причиной спасения. И Даниил многих избавил от смерти, когда жестокий властелин науходоносор, испытуя некоторое сверхъестественное явление, повелел умертвить халдеев, волхвов и гадателей. Даниила 5.11.476. Итак, мы не должны думать, что тоже будет и в грядущем веке. То есть, что добродетельные люди, имеющие дерзновение пред Богом, в состоянии будут освободить от будущих наказаний близких к ним людей, которые живут здесь в беспечности. Поэтому-то Писание и приводит в пример упомянутых праведников с целью навести на нас страх и научить нас полагать надежду спасения после благодати свыше в собственных добрых делах, но не рассчитывать на добродетели предков или на что-нибудь другое, если сами остаемся во зле. Если имеем предков добродетели, то надо стараться о том, чтобы подражать их добродетелям, а если бы случилось противное, и мы происходили бы от порочных предков, то не опасайтесь от того для самих себя какого-либо вреда, а только самим надо бы упражняться в подвигах добродетели. Тогда и не будет нам от того никакого вреда. Каждый или увенчается, или осуждается, смотря по тому, что сам делал. Как и блаженный Павел говорит, каждый примет то, что соделал в теле, доброе или худое, соответственно. И опять, каждому воздаст по делам его Римлянам 2.6, 2 Коринфянам 5.10. Зная все это и оставив всякую беспечность, посвятим все свои силы добродетелю. Пока еще находимся на поприще, пока еще не кончилось зрелище. Позаботимся о нашем спасении, чтобы, совершив подвиг добродетели, в это краткое время получить за то награду в бесконечном веке. Вот и праведный Лот, хотя жил среди такого множества людей порочных, и не имел ни одного подражателя своей добродетели. Напротив, еще видел, что всей насмехается, издевается над ним. Однако ж не только не ослабел от того добродетели, но еще так просиял, что удостоился принять к себе и ангелов. И когда все совершенно погибли все, он один своими дочерми избежал постигший город казни. Но возвратимся к порядку слова. Пришли, сказано, два ангела в садом вечером. Это указание времени с особенной силой показывает нам добродетель праведника. И с наступлением вечера он не исходил с своего места в ожидании путников. Он знал, какая польза может произойти для него отсюда. А потому, желая получить такое богатство, употреблял все старания и не уходил, то есть в ворот дома, где ожидал странников. Даже до окончания дня. Таково-то свойство души, пламенной и бодрственной. Не только никакими препятствиями не удерживается она от обнаружения своей добродетели. Но напротив, чем больше препятствий, тем сильнее она возбуждается. И тем больше зажигает в себе пламя ревности. Да слышат это люди, которые прогоняют от себя пришельцев, прибегающих к ним с просьбою. А в лот увидел и стал, чтобы встретить их и поклонился лицом до земли. Посмотри на этого праведника, как он не дожидался, чтобы к нему подошлись. Но, подобно право Цаврааму, не зная, кто эти прохожие, а только предполагая, что они какие-нибудь путники, лишь увидел их, скачал и так обрадовался, как будто искал в себе добычи и нашел, чего искал. Он благодарил Бога за то, что удостоил его принятия этих путников. И вот добродетель его души. Он признал великим благодеянием Божиим то, что встретил этих мужей, и принятием их исполнил желание собственного сердца. Не говори мне, что это были ангелы, но подумай о том, что праведник не знал еще этого, а принимал их как людей незнакомых, мимо идущих. И такой мыслью руководился тогда в своих поступках. И сказал, государи мои, зайдите в дом раба вашего и ночуйте, и умойте ноги ваши, и встанете поутру, и пойдете в путь свой. Но они сказали, нет, мы ночуем на улице. Довольно этих слов, чтобы видеть сохранявшийся в душе праведника добродетель. Как не удивиться глубокому его смирению и тому пламенному усердию, какой он показал в гостеприимстве. Вот, господа, говорит он, войдите в дом раба твоего. Их называет господами, а себя самого рабом их. Со вниманием выслушаем возлюбленные эти слова и научимся сами поступать таким образом. Славный, именитый, живущий в таком богатстве домовладыка называет господами путников странных, незнакомых, незнатных по виду прохожих, ни в каком отношении, ни близких к нему. И говорит им, зайдите в дом раба вашего и ночуйте. Наступил, говорит он, вечер. Послушайте же меня и облегчите себя дневного труда, отдохнув в доме раба вашего. Разве, говорит, я обещаю вам что-нибудь особенное? Умойте ноги ваши, встанете поутру и пойдете в путь свой. Окажите же мне эту милость и не отриньте моей просьбы. Но они сказали, нет, мы ночуем на улице. Но праведник, видя, что и после столь усиленной его просьбы, не отказывается. Не охладел, не отстал от своего намерения и не поступил так, как часто мы делаем. Мы обыкновенно, когда и захотим пригласить кого-нибудь к себе, лишь заметим, что он хоть слегка отказывается. То сейчас отстаем. И так бывает у нас от того, что мы делаем это не с усердием и искренним желанием, а в большей части считаем себя совершенно правыми. Если можем сказать, что сделали свое дело. 478. Что ты говоришь? Сделал свое дело. Ты потерял добычу, упустил сокровище. И будто сделал свое дело. Тогда сделал бы ты свое дело, если бы не выбросил из рук сокровище. И если бы не пробежал мимо своей добычи, если бы показал страннолюбие не на словах, только ради приличия. Не так поступил тот праведник Лот. А как? Увидел, что странники противятся его желания и хотят оставаться на улице. А это делали ангелы для того, чтобы тем более открыть добродетель праведника. И всем нам показать, как велико было его страннолюбие. Он уже недовольствуется просьбою и убеждением их на словах, а употребляет даже силу. Так и Христос сказал, употребляющие усилия восхищает Царство Небесное. Конечно, где имеется в виду духовное приобретение, там и настойчивость уместна, и усилие похвально. Он же сильно упрашивал их, и они пошли к Нему и пришли в Дом Твой. Мне представляется, что Он увлекал их даже насильно. Затем, когда странники увидели, что праведник решился так поступить и не отстанет, пока не исполнит свое намерение, тогда они пришли в Дом его. Он сделал им угощение и истек пресные хлебы, и они ели. Видишь ли, что и здесь страннолюбие открывается не в богатстве угощения, но в обилии душевного усердия. Принудив их войти в свой дом, он немедленно стал исполнять дело гостеприимства. Сам занят был служением перед ними, предлагал им пищу, оказывал всяческую честь и услугу пришедшим, принимая их за обыкновенных путников. Еще не легли они спать, как городские жители-садомляне. От молодого до старого весь народ со всех концов города окружили дом и вызвали лот и говорили ему, где люди, пришедшие к тебе на ночь? Выведи их к нам, мы познаем их. Не оставим возлюбленные этих слов без внимания. Заметим не только все неистовство их садомлян, не заслуживающие никакого прощения, но размыслимый о том, как праведник, живя среди таких зверей, так просиял и показал столь великое превосходство добродетели, как он мог переносить их беззаконие, как не бежал из того города, как терпел какой-либо разговор с ними. Я объясню, как это было. Господь всячески, предвидя чрезмерное нечестие садомлян, устроил так, что между ними поселился этот праведник, для того, чтобы он, как наилучший врач, мог обуздывать силу их злых болезней. И хотя праведник видел, что они уже заражены неисцельными болезнями и не хотят принимать никакого врачевания, но все-таки не оставил их. Таково свойство врача. Хотя он и видит, что болезнь не подается его искусству, однако же не перестает исполнять свой долг, для того, чтобы показать силу своего искусства, если сумеет со временем восставить от болезни страждущего. Если же нисколько не успеет, то, по крайней мере, будет иметь тем больше для себя оправдания в том, что со своей стороны он ничего не оставил, что только мог сделать. Так было здесь. Праведник, несмотря на то, что жил среди таких людей, остался праведным и сохранял любовь к добру. А они и лишились всякого прощения, потому что не только не оставили зла, но более и более умножали его. Смотри, написано, окружили дом от молодого до старого весь народ. Какое великое согласие во зле! Какое сильное стремление ко греху! Несказанная чрезмерность беззакония, непрощительное намерение от юношей, говорит, до старика. Весь народ, но и старые летами, стремились к этим беззакониям. Не устыдились они дерзнуть на это бесстыдное и срамное дело, не подумали о Всевышнем Оке, не посовестились перед праведником, не пощадили и тех, которые признавали застранников и которые пользовались его гостеприимством. Но бесстыда с открытой, так сказать, головою, произнося беспутные речи. Восточные жители постоянно ходят с покрытой головой, а обнажение головы у них значится нескромность. Поэтому святой Затаус, говоря, что сознавляне приступили ко двору лота с открытой головой, хочет выразить тем крайней степени в дерзости и бесстыдства. Говорили, где те мужи, которые пришли к тебе? На ночь выведи их к нам, мы познаем их. Из опасения такого-то, думаю, беззаконного их намерения нечестия, праведник и сидел при дверях своего дома до вечера, чтобы не запустить никого из прохожих, не знающих его этого, попасть в их сети. Страннолюбием, соединяя в себе и высокое целомудрие, праведник заботился о том, чтобы всех мимо идущих принимать к себе и желал, чтобы никто не укрылся от него. И таким образом он принял и тех спутников, не как ангелов, а как обыкновенных людей. Но беззаконники, не показывая со своей стороны ничего подобного, дерзновенно решались только на такие дела, которые превышают всякие другие злодеяния. Итак, ангелы хотели остаться на улице, чтобы доставить праведнику случай, показать на них свое страннолюбие, и чтобы открыть ему из самых дел садомских жителей, сколь достойно заслуживали ожидавшую их казнь эти люди, преданные столь необычайному беззаконию. 480. Но посмотрим далее на величие добродетели праведника. Лот вышел к ним ко входу и запер за собою дверь. Смотри, как боится праведник, и как он трепещет за безопасность странника. Не без причины и двери затворил он за собой, но потому что знал неистовство и дерзость садомлян, и подозревал злой их умысел. Потом сказал им, братья мои, не делайте зла. О, долготерпение праведника! О, глубина смирения! Обращаться с такими людьми с такой кротостью! Вот истинный добродетель! Без сомнения, желая врачевать больного или образумить беснующегося, никто не делает этого с гневом и жестокостью. Смотри же, как он называет братьями, хотевших совершить такое преступление, желая устыдить их, пробудить их совесть и отклонить их от гнусного намерения. Братья, говорит он, не делайте зла, не замышляйте, говорит, ничего такого, не затевайте этого постыдного дела, не низвращайте самой природы, не выдумывайте противоестественного смешения. А если уже хотите удовлетворить влечение ваших неистовых страстей, то я доставлю вам к этому средству такое, что ваше преступление будет несколько легче. Вот у меня две дочери, которые не познали мужа. Лучше я выведу их к вам. Делайте с ними что вам угодно. Только людям всем не делайте ничего. Так как они пришли под кровь дома моего, они еще не испытали, говорит он, брачного сожития, остаются неприкосновенными, в самом слетущем возрасте, блистают красотой. Я готов отдать их всем вам. Делайте с ними что хотите. Взявшие, говорит, исполните ваше непотребство с ними и удовлетворите ваше нечистое желание. Я принудил их, говорит, войти под кровь мой. И так, чтобы беззаконный поступок с ними не был приписан мне, чтобы мне не сделаться для них виновником оскорбления, а они пусть будут свободны от ваших рук. А вот вместо них я даю вам двух моих дочерей. Какая добродетель в праведнике. Она превосходит всякое страннолюбие. Кто достойно восхвалит такую любовь к ближним, этого праведника, который даже дочерей своих решился не пощадить, чтобы только оказать уважение странникам и спасти их от беззакония садомлян. И вот он даже доферей своих отдает, что у посторонних путников, опять повторю, ни в каком отношении неизвестно сему, избавить от насилия беззаконников. А мы, часто видя братья наших падающих, самую глубину нечестия и, так сказать, челюсти демона, не хотим принять участие в них ни даже словом, ни посоветовать им что-либо, ни сделать словесного вразумления. И таким образом избавить их от зла и руководить к добродетели. Какое можем мы иметь оправдание, когда этот праведник в своем попечении о странниках даже дочерей своих не пощадил? А мы, столь не милосердны к нашим братьям, и нередко произносим эти холодные и полные неразумия слова. Что общего у меня с ним? Мне нет заботы, нет дела до него. Что ты говоришь, человек? Будто не имеешь с ним ничего общего. Он брат твой, имеет одинаковую с тобой природу. Вы живете под властью одного Господа, а нередко приобщаетесь одной и той же трапезы, разумея и духовной, и страшной. И ты говоришь, у меня ничего нет с ним общего. И без милосердия бежишь от него прочь, не хочешь подать руки падшему. Иудеям закон повелевал не оставлять без помощи падшего скота, даже принадлежащего врагам их. А ты, видя брата своего, изъязвленного дьяволом и падшего не на землю, а в глубину греха, не извлекаешь его оттуда своими наставлениями, не делаешь ему со своей стороны никаких внушений, не заботишься и других, если возможно взять с собой на помощь, чтобы избавить из телестей зверя собственный член и возвратить ему принадлежащее достоинство, чтобы и сам ты, когда случится тебе по сети лукавого демона, чего, не дай Бог, мог иметь людей, готовых помочь тебе и освободить от рук дьявола. Так, Павел, желая возбудить галатов, попечение своих членов и говорил, «Итак, берегитесь, чтобы не быть искушенными». Галата 6.1. Как бы так, говорит он, «Если ты без сострадания и милосердия будешь проходить мимо брата, то, может быть, когда сам падешь, другой точно так же пройдет мимо тебя. Если же ты не хочешь быть оставленным без внимания, когда бы случилось тебе пасть, то и сам не пренебрегай падшими, но показывай им всякую любовь и почитай за величайшее благо возможность спасти брата». Ни в чем не может быть столько добродетели, как в этом деле. Ведь если только ты подумаешь, что тот, кого ты пренебрегаешь и оставляешь без внимания, удостоен от Господа твоего такой чести, что для него не отрекся он излить даже кровь свою, как и Павел говорит, то погибнет немощный брат от твоего знания, за которого Христос умер». 1 Коринфянам 8.11. «То как после этого не скроешься сам от стыда в землю, если для него Христос излил даже кровь свою? Что же особенного сделаешь ты, когда покажешь к нему свою благосклонность? Словесным увещанием восстаешь падшего и душу его потопляемого, а может быть уже и потонувшую, возведешь из глубины зла, поможешь ей увидеть свет добродетели и не устремляйся опять ко мраку греховному?» 482. «Итак, умоляю, встань им подражать этому праведнику, и даже если бы нужно было для спасения ближнего потерпеть что-либо неприятное, не откажемся и от этого. Такое терпение послужит для нас залогом спасения и даст нам великое дерзновение пред Богом. Посмотри же, возлюбленный, на этого праведника, как он противостал целому народу, который обнаружил такое единодушие во зле, и какое при великой кротости оказалось у него необыкновенное мужество. Правда, он не мог укротить неукротимого их неистоства, и после его слов к ним, исполненных удивительной кротости, когда на словах, как бы собственными руками, он уже отдал им своих дочерей, что они говорят ему?» Их девятый. Но они сказали, «Пойди сюда!» И сказали, «Вот пришлец!» И хочет судить? «Теперь мы хуже поступим с тобой, нежели с ними!» О, безмерное опьянение! О, крайнее безумие! Такова-то это злая и неукротимая похоть! Как скоро она возьмет верх над рассудком, то не оставляет в нем никакого чувства благопристойности, а все окутывает тьмой и мраком ночи. Смотри, с какой кротостью говорит им праведник, и какую они позволяют себе дерзость! Как бы самим дьяволом приведенные в неистовство, и как бы им, водимые, они восстают таким образом на праведника и говорят, «Вот пришлец!» хочет судить. «Мы приняли тебя, — говорят они, — как пришельца, а ты стал и судьей над нами!» О, крайняя бессовестность! Надлежало бы устыдиться, тронуться внушением праведника. А они, подобно сумасшедшим, которые покушаются самого врача поразить, говорят праведнику, «Вот мы сделаем с тобой еще хуже!» Если не хочешь, — говорят они, — замолчать, то знай, что твое ходатайство за них ни к чему более не послужит, кроме того, что они избегнут этой опасности, а ты ей подвергнешься! И приступали к тому человеку очень и подошлись, чтобы выломать дверь. Посмотри, какое мужество оказывает праведник и как усиливается противостоять такому многолюдству! Тогда мужики простерли руки свои и вели лота к себе в дом, и дверь дома заперли. Так как, выходя к ним и приведя их неистоство, предвидя, он затворил за собой дверь, то вот эти непотребные, беззаконные люди, не терпя увещания от праведника, сильно приступали и усиливались даже разломать дверь. Но теперь, когда уже на деле открылись и добродетель праведника, и его попечительность о мнимых странниках, и единодушное стремление всего этого народа козлу, теперь, наконец, открывает себя и пришельцы. Увидев, что праведник со своей стороны все исполнил, что мог сделать, они являют собственное могущество и подают ему помощь, когда неистоство садамлян подвергло его насилию. Тогда мужики простерли руки свои и ввели лото к себе в дом, и дверь дома заперлись. А людей, бывших при входе в дом, поразили слепотою от малого до большого, так что они измучились, искавши входа. Видишь ли, как и праведник немедленно получает награду за свое гостеприимство, и беззаконники подвергаются достойному наказанию. Так как повредилось око ума их, то подвергаются они телесной слепоте, да знают, что нет никакой пользы от телесных очей, как скоро повреждены очи ума. И как все они показывали единодушие во зле, и ни юноши, ни старцы не удерживались от злого умысла, то все, как сказано, и поражены были слепотою, и вместе с тем лишены были и сил телесных. Они расслабели в главнейшей части своего существа, душе, потому лишены и крепости телесной. И вот те, которые прежде усиливались разломать дверь, и со многими угрозами обращались к праведнику, те внезапно стали расслабленными, не видя даже двери, которая была у них перед глазами. Тогда-то свободно вздохнул праведник, увидев, кто были пришедшие к нему, и как велико их могущество. Сказали мужите Лоту, кто у тебя есть еще здесь? Взять ли, сыновья ли твои, дочери ли твои? И кто бы ни был у тебя в городе, всех выведи из всего места. Вот как они награждают праведника за страннолюбие, и как хотят даровать ему спасение всех близких к нему. Если, говорят, есть у тебя кто-нибудь в этом городе, если ты принимаешь в ком-нибудь участие, если знаешь кого-либо свободного от беззакония этих людей, то выведи из этого места. Ибо мы истребим сие место, потому что велик вопль на жителей его к Господу, и Господь послал нас истребить его. Потом они указывают ему и причину этого, объясняя праведнику все с точностью. Ибо велик вопль на жителей его к Господу, говорят они. Это то же, что говорил Бог право отцу Аврааму вопль содомский и гаморки. Гаморский весьма умножился. И здесь сказано возвысился вопль. 484. Слишком велико беззаконие их, и как болезнь их неисцельно, и рана не принимает никакого врачевства, то и послал нас Господь истребить его. Это самое выражал блаженный Давид словами, творящий ангелами своими духов и слугами своими огонь пылающий. «Мы пришли, говорят они, истребить всю эту страну за грех обитателей, и самая земля подвергается казни. Итак, выйди ты отсюда». Праведник, услышав это и узнав причину, по которой пришли эти, по-видимому, обыкновенные люди, а по существу ангелы-служители Бога, всячески вывели его, вышел Лот и говорил с детьями своими, которые брали за себя дочерей его, и сказал «Встаньте, выйдите из сего места, ибо Господь истребит сей город». Но детьям его показалось, что он шутит. Но прежде он говорил тем беззаконникам, «Вот я имею двух дочерей, которые не познали мужа. Как же здесь теперь к детьям, которые брали дочерей его?» Не думаю, что эти слова противоречат тому, что прежде сказано праведникам. У древних был обычай за много времени до брака совершать обручение, и часто обручившиеся жили вместе с обрученными в доме их родителей, что и ныне бывает во многих местах. И так как здесь уже было совершено обручение, то вот Писание называет обручившихся с детьями, и говорит, которые брали дочерей, потому что в намерении и во взаимном согласии они уже взяли за себя его дочерей. «Когда взошла заря, ангелы начали торопить лот и говоря, «Встань, возьми жену твоей двух дочерей твоих, которые у тебя, чтобы не погибнуть тебе за беззаконие города». Смотри, как и детья были в том же греховной закваске. Потому-то Бог, желая скорее освободить праведника от родства с ними и не допустить дочерям его вступить в брак с ними, напротив, определил и их погубить вместе с нечестивцами, чтобы праведник избежал родства с ними, удалившись из города с дочерьми. Услышав от праведника эту страшную угрозу, они смеялись над ним и думали, что слова его шутка. Но праведник исполнил, что ему было повелено. И так, как они уже обручились с его дочерьми, то он и хотел их избавить от казни, но они этим не вразумились, а остались при своих мыслях. И уже впоследствии на деле убедились, каким вредом для себя отвергли слова праведника. И как он медлил, то мужики ангелы, по милости к нему Господне, взяли за руку его и жену его, и двух дочерей его, и вывели его, и поставили его вне города. Немедли, говорят, уже настает время их погибели. Спасай же себя и жену своих двух дочерей, говори их. А те, которые не захотели послушаться твоего совета, спустя немного погибнут вместе с прочими. Немедли же, чтобы и тебе самому не погибнуть вместе с беззаконниками. И смутились, услышав от Аллоты жена и дочери его. То есть устрашились. Он медлил. Сказано, то есть пришли, великий испуг, обеспокоились от такой угрозы. Тогда ангелы, заботясь о праведнике, взяли, сказано, за руку его. Теперь Писание не говорит уже о них, как обыкновенных людях. Но так как они хотели навести казнь на город, то прямо называют их ангелами и, говорит, взяли за руку его. Прикосновением руки они ободряли его, укрепляли их двух, дух, чтобы страх не ослаблял их сил. Поэтому Писание и пояснило, потому что Господь решил избавить их. Так как, говорит, оно, Господь признал Лота достойным спасения, то и ангелы, желая укрепить дух его, берут их за руки и изводят их вон из города, говоря, спасай душу свою, не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности сей. Спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть. Так как, говорят они, мы освободили тебя от этих беззаконников, то уже и не озирайся назад и не желай видеть того, что постигнет их, но поспешай и уходи далее, чтобы избежать наводимой на них казни. Праведник, опасаясь, что, может быть, не состояние будет достигнуть назначенного ангелова места и взойти на гору, говорит, нет, Владыка, вот раб твой обрел благоволение перед очами твоими и велика милость твоя, которую ты сделал со мною, что спас жизнь мою, но я не могу спасаться на гору, чтобы не застигла меня беда и мне не умереть. Вот ближе бежать в сей город, он же мал, побегу я туда, он же мал, и сохранится жизнь моя ради тебя. Вы решили, говорит он, даровать мне спасение, но мне не достает сил зайти на вершину горы, поэтому окажите мне еще больше милосердия, облегчите для меня труд, чтобы казнь, наводимая на этот город, не застигла меня, я не подвергся одинаковой с ними судьбе. Оставьте для меня этот соседний город, хотя этот город и беден, и мал, но спавшись с нем, я буду впоследствии жить там безопасно. И сказал ему, вот, в угодность тебе я сделаю и это, не неспровергну город, о котором ты говоришь. Я принял, говорит ангел, моление твое, и исполни его, дарую тебе просимое, и для тебя пощажу этот город. Поспешай, спасайся туда, ибо я не могу сделать дело, доколе ты не придешь туда, потому и назван город сей Сигор. Я ничего не сделаю до тех пор, пока ты не прибудешь туда. Я заботюсь, говорит, о твоем спасении, и буду ждать твоего прибытия туда, и тогда уже наведу на них садамлян казнь. Солнце зашло над землей, и лот пришел в Сигор. Около восхода солнечного он поспел в город, и вслед за тем, как вступил в него, беззаконники подверглись казни. И пролил Господь на садом и гоморру дождем, серу и огонь от Господа с неба, и неспроверг города сию, окрестность сию, всех жителей городов сих, и все произрастения земли. Да не покажутся тебе возлюбленной. Странным такое сочетание слов, такое свойство писания. И оно часто так безразлично употребляет слова, что можно видеть и в настоящем случае. Сказано, одождил Господь огонь, неспроверг города сии, что сам Господь навел эту казнь, и что не только города превратил и всю окрестность их в пепел, но что Он истребил и всю зелень земли. Так как люди, населяющие эту землю, принесли много плодов беззакония, то я, говорит Господь, и земные плоды делаю негодными к употреблению, чтобы истребление плодов на этой земле служило всегдашним памятником для последующих поколений, и что бесплодие ее всем напоминало о беззаконии обитавших здесь людей. Видишь ли, что значит добродетель, и что значит порог, и как праведник спасся, а они получили казнь, достойную своего беззакония. Праведник своей добродетелю спас и дочерей своих, и не допустил до разрушения города, а те беззаконники напротив, крайним своим беззаконием не только сами погубили себя и были истреблены, но и земли свои на будущее время сделали бесплодную. Жена Желотова оглянулась позади его и стала соляным столпом. Она слышала, как ангелы повелевали праведнику не озираться назад, а бежать со всей поспешностью, но она не повиновалась и не сохранила этой заповеди, а потому и получает наказание за свое неродение. Мы же, слыша это повествование, будем иметь великое попечение о своем спасении, будем избегать подражания беззаконниц садомлян, напротив, поревнуем страннолюбие этого праведника и его другим добродетелям, чтобы отвратить от себя гнев, движимый свыше. Невозможно, конечно, невозможно, чтобы с усердием преданный добродетели не приобрел от того себе великого сокровища. Именно таким образом эти праведники, правотец Авраам и Лот, удостоились получить свыше благодать и думая, что принимает к себе людей, сподобились принять ангелов и даже Господа ангелов. Можем и мы, если захотим и ныне принять его. Он сам сказал, принимающий вас меня принимает. Итак, будем принимать странников, несмотря никогда на их видимую незнатность. Если с таким расположением души будем оказывать гостеприимство, то, может быть, когда-нибудь и мы удостоимся принять под видом людей таких странников, которые обнаружат в себе достоинство ангелов, только не станем разведывать и любопытствовать о них, чтобы не потерять сокровища. Вот и Блаженный Павел указывает на этих праведников и научает нас, как они удостоились принять таких странников и говорит, не забывайте страннолюбие, ибо некоторые, не зная, приняли ангелов. То особенно в них велико и чудно, что они оказались странникам услугу, не зная их. Итак, с верой и благоговением будем совершать это дело, чтобы получить и сокровища вечных благ, которыми расподобимся все мы насладимся благодати и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с Ним же Отсутся Святым Духом, слава ныне и пресно и во веки веков. Аминь.